Алексей Кокорин начал с проблем, которые стоят сегодня перед Зауральем. Среди них он назвал социальную неудовлетворенность земляков, низкую инвестиционную привлекательность области и трудности с наполняемостью бюджета, когда области приходится экономить буквально на всём. Основываясь на проблемах и наказах жителей, сделаны первые шаги для изменения ситуации в Заурале. Определены направления действия, человек, порядок, инвестиции. В первую очередь, необходимо было синхронизировать работу с федеральным центром. Состоялась знаковая встреча, как вы помните, с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Он поддержал наши ключевые инициативы. Инвестиционную работу в регионе он назвал неудовлетворительной, но обозначил ряд проектов, которые уже реализуются и получают поддержку областного правительства. Это катайское вольфрамо-малибденовое месторождение, открытие международного терминала Курганского аэропорта и строительство транспортно-логистического центра в Аргашинском районе. Среди достижений глава региона отметил увеличение темпов жилищного строительства и выделение средств на строительство и ремонт дорог. При этом он подчеркнул необходимость снижения транспортного налога на 15%. По его мнению, это увеличит поступление в региональный бюджет. Я сегодня отъехал утром на работу, мне 12 машин встретились с тюменскими номерами в течение короткого промежутка времени. Здесь нужно посмотреть все то, что свыше 150 лошадиных сил, все новые модели практически сейчас уже имеют регистрацию с тюменскими номерами. На мой взгляд, мы значительно недополучаем как раз вот дорожный фонд. По мнению Алексея Кокорина, в первую очередь необходимо развивать именно сельское хозяйство. В текущем году мной поставлена задача направить на развитие программы по развитию агропромышленного комплекса еще 1,4 миллиарда рублей, что в совокупности в два раза больше, чем в прошлом году. В три раза к уровню 2014 года увеличится поддержка элитного семеноводства до 50 миллионов рублей. Парламентарии высоко оценили предложенную губернатором схему развития агропромышленного комплекса. Нам нужны малолюдные, высокотехнологичные технологии, высокопроизводительные. Только тогда мы можем с Западом конкурировать. В целом представители всех партий положительно оценили отчет главы региона. Перспектива Курганской области – это именно увеличение собственных доходов. И необходимо в любом случае сюда именно свою деятельность направлять. Как Алексей Геннадьевич сегодня отметил в докладе, что деятельность – это началась, слава богу. Кадровый вопрос, он на сегодняшний день, наверное, самый главный, самый актуальный. Мы прекрасно понимаем, что если будут кадры и населения в городе, то от этого зависит и ресурс, и социально-экономическое развитие области. Он сказал правду. Да, тяжело, но тем не менее, все это зависит от нас, от всех, не только от одного губернатора. Поэтому мы должны помогать. Лариса Драгункина, Василий Малухин, Александр Менщиков, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру.